Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория! И сегодня в видео я хочу показать вам в свотче еще двух оттенков новой губной помады компании Faberlic. Это новинка 13 каталога 2020 года. Помада из линейки Glam Team HD Color. В общем, всем кому интересно такое видео, я приглашаю вас к просмотру. Я специально немножечко поближе сделала ракурс камеры, для того, чтобы вам было удобнее рассмотреть оттенки. Итак, я заказала еще два оттенка. Свотчи трех оттенков это, сейчас вам скажу, как называется, розовая пыль, затем закат в пустыне и еще один это мемуары красного. У меня есть отдельное видео, я вам обязательно прикреплю под видео ссылку на свотчи этих трех оттенков, для того, чтобы вы смогли посмотреть эту помаду. О качестве помады я вам уже рассказывала. Помада абсолютно матовая, у нее яркий насыщенный пигмент. Помада ложится тонко на губы, она очень комфортна на губах для матовой помады. В общем, для матовой помады она прекрасна. Итак, не буду долго на этом останавливаться, я уже вам об этом говорила, я думаю, что вы уже в курсе. И сейчас давайте посмотрим оттенок. На мне сейчас тон 40204, знакомьтесь, Марсалла, в каталоге он выглядит, вот он у нас четвертый снизу, нет, вот он у нас пятый получается оттенок сверху. И вот так он смотрится. В каталоге он, ну, наверное, чуть-чуть отличается все-таки, вот этот оттенок. В принципе, он приближен, похож, но разница есть. Это такой, вы знаете, коричневатый тон, и в котором вот добавлен лиловый такой вот лилово-ягодный подтон, немножко вот с такой холодной ноткой. Но смотрится помада очень красиво, очень благородно. Давайте покажем ее поближе. Вот такой оттенок, очень красивый. И вы знаете, все те оттенки, вот все пять, которые я приобретала, они выбеливают зубки прекрасно. То есть, они, есть такие тона, которые вот наоборот как-то вот желтят, а вот эти они все выбеливают. Вот это тоже очень нравится. И вот это оттенок, знакомьтесь, Марсалла. И вот он у меня нанесен первый. Вот он у меня представлен. Я прям после видео не стала стирать эти свотчи. Очень красиво смотрится, симпатичный оттеночек. И вот так он представлен на моих губах. Нанесла я в один слой, немножечко подровняла кистью. Вот сейчас немножко ракурс камеры наведется, немного пасмурно на улице. Но вот оттенок красивый. И уже, наверное, где-то час у меня эта помада на губах. То есть, она ведет себя на губах великолепно. Хорошо носится, красивый оттенок. В общем, я осталась им очень-очень довольна. Не пожалела, что заказала. Вот на осень будет симпатично смотреться. Ну и второй оттенок 40-200 затмение нюда. Сейчас покажу вам на своих губах. Сейчас вот вытру. Знакомьтесь с Марсалой. Потом посмотрите, как смотрится затмение нюда. Девчоночки, ну вот я нанесла для вас тон затмения нюда. Вот вам, я думаю, так хорошо видно, что знакомьтесь с Марсалой. Затмение нюда очень похоже. Но затмение нюда более такой спокойный. Чуть приглушеннее он. Чуть-чуть он теплее. Но он тоже вот такой, я бы не сказала, что он теплый. Он больше нейтральный. А Марсала чуть-чуть вот в такую холодинку. Но он прям не такой холодный, вот неприступный оттенок. Он тоже очень красивый. Но вот этот смотрится вот такой более, наверное, повседневный вариант. Наверное, на блондинках он будет смотреться чуть ярче, чем на брюнетках. Но оттенок тоже красивый. В общем, это у меня затмение нюда. Вот так он смотрится у меня на свотче. Вот знакомьтесь с Марсалой и затмение нюда. В общем, вот такие два оттеночка. Похожи прям между собой. Они очень похожи. Но затмение нюда чуть светлее. И вот так смотрится он у меня на губах. Тоже очень красивый тон. Если вы хотите вот чуть поглубже оттенок, тогда Марсала приобретайте. Если вы хотите чуть поспокойнее, то, наверное, затмение нюда. Вот такие два оттенка. Вот они рядышком. Но я думаю, что оба оттеночка имеют место быть в вашей косметичке. И действительно оттенки такие интересные. Вот осенние, прям вот на осень это будет самое то. Довольно так симпатично смотрится. В общем, показала вам свотч и решила показать, что на губах, чтобы вы посмотрели, как выглядят эти оттенки. То есть тот чуть-чуть получается поярче. Наверное, можно было даже нанести сверху один оттенок, а снизу на губы нанести второй оттенок. Ну, давайте еще раз вам покажу, вот как они смотрятся. Красиво играют оттенки. Просто здесь, вот видите, чуть-чуть больше такого ягодно-лилового, прям вот чуть-чуть небольшого намека, как будто в затмении нюда немножко подмешали вот этой холодинке вот этой чуть-чуть вот такой вот лиловости. Так они, в принципе, очень-очень похожи между собой, прям вот как близнецы. Ну, а теперь говорю вам всем пока. Надеюсь, мой отзыв был для вас полезен. Пишите, какой оттеночек взяли вы и как вам по комфортности. Комфортно ли вам с этой помадой, так как мой отзыв это хорошо, когда их много, это гораздо лучше. Ну, а теперь говорю вам всем пока. С вами была Виктория. Обязательно ссылка на три первых оттенка будет прикреплена. Так что проходите, смотрите. Ну, а теперь пока. До свидания. До свидания.